Устал просить чаю. Жарко – выпей чаю. Хочешь согреться – пей чай. Поэтому мы сегодня с вами поговорим именно про чай. Про чай в тепловых явлениях. Изучение тепловых процессов с помощью чая. Мы с вами повторим уравнение теплового баланса, как определять количество теплоты, полученное и отданное в процессе теплопередачи, а также применим уравнение теплового баланса на конкретных задачах. Для начала мы с вами повторим то, что мы с вами уже проходили. Это формулы, которые используются в тепловых процессах. Посмотрите. Меня слышно, ребят? Видно? Да, слышно. Да, слышно, видно. Хорошо, спасибо. В самоваре, который топят дровами или шишками, или углем, бывает, самовар топит, кипит вода, а в кружке на столе тает лед. Соотнесем формулы к этим тепловым процессам. Итак, начнем с того, что в самоваре кипит, в самовар, то есть топят углем или дровами. Какая формула будет для удельной теплоты, простите, количества теплоты при сгорании топлива? Формула Q большая равно Q маленького умноженное на M массу. Q маленькая – это что у нас такое? Удельная теплота сгорания топлива. Молодец. Удельная теплота сгорания топлива. Если мы представим, что в этом же самоваре кипит вода, какая формула будет для количества теплоты при парообразовании и кипении? Q равно R умножить на M, где R – это удельная теплота парообразования. Молодец. Следующее. Теперь представим, что в стакане тает лед. Мы в чай положили лед для того, чтобы его остудить. Какая формула будет использоваться для количества теплоты при плавлении льда? Q равно лямбда и M. Что такое лямбда? Удельная теплота плавления. Удельная теплота плавления. Также у нас в чае мы видим лежит ложка. Ложка нагревается. Или если этот чай будет уже холодным, то она будет остывать. В зависимости от ее температуры. Какая формула у нас будет при нагревании или охлаждении тела? Можно? Да. Q равно C. Нагревается ложка. C умноженное на M и умноженное на дельта Т. C умноженное на M и умноженное на дельта Т. Молодцы. А что такое C? Это удельная теплоемкость. Это удельная теплоемкость чего? Воды. Жидкость. Жидкость, если нагревается жидкость, а если мы берем какое-то тело... В этом случае это будет ложка. В этом случае это будет ложка. Молодцы. Если мы возьмем уравнение теплового баланса для таяния еда в чае, то как будет выглядеть, из каких частей оно будет состоять? Какое тело будет отдавать тепло, какое будет получать тепло? Если мы говорим о теплом чае, то ложка будет принимать тепло, а чай отдавать. А лед, если мы еще возьмем, там будет присутствовать лед? То же самое. Если мы возьмем систему... Лед будет принимать тепло, а чай отдавать? Лед будет нагреваться, да? И что будет еще делать? Плавится. Плавится. Хорошо. Значит, нам с вами прислали три видеозадачи и попросили помочь их решить. Они тоже связаны с чаем. Сейчас мы посмотрим видео. Зачем портишь зеркало пачкой? Здесь же он моет, чистит, а ты его целуешь. Кого включен микрофон? Выключите, пожалуйста. Итак, смотрим. Первая видеозадача. Обращайте внимание сразу, что дано то, что нам нужно будет найти. И то, что нам дано, вы записываете сразу по ходу видео. Видео будет показано только один раз. Как вы знаете, я люблю пить чай. Пью я чай сахар. Чтобы размешивать сахар, мне нужна ложка. Давайте сейчас узнаем, есть чего стоит ложка. Берем ложку, кладем на весы, измеряем ее массу. Получилось 20 грамм. Масса ложки. 21 грамм масса ложки. Масса воды. Кладем пустой стакан на весы, обнуляем. Наливаем воду. Холодная. Получилось 280 грамм. Теперь нам нужно измерить температуру холодной воды. Ждем. Температура холодной воды составляет 20 градусов. Теперь опускаем ложку в горячую воду. Немного ждем, чтобы специализировалась горячая вода с ложкой. Теперь измеряем температуру горячей воды. Температура горячей воды будет равняться температуре ложки, находящейся в ней. Ждем. Получилось 80 градусов. Теперь эту ложку нам нужно окунуть в холодную воду. Не измеряем температуру холодной воды. Однако помешиваем. Как вы знаете, ранее температура холодной воды составляет 20 градусов. И так, помогите Тимуру определить, из чего состоит ложка. Первая группа мы уже заранее разделились на группы. Илья выбрал себе команду. Пятеро человек. Значит, Илья, вы сейчас решаете первую задачу. Составляете ее полностью решение уравнения теплового баланса. А мы переходим ко второй группе и второму видео. К еще одному любителю чая. Здравствуйте, меня зовут Жаслана. Я тоже люблю пить чай, но люблю пить его теплым. Поэтому сегодня будем смешивать горячую и холодную воду. Так что сегодня я хочу определить для себя оптимальную температуру чая. Так, извиняюсь. Здравствуйте, меня зовут Жаслана. Я тоже люблю пить чай, но люблю пить его теплым. Поэтому сегодня будем смешивать горячую и холодную воду. Так что сегодня я хочу определить для себя оптимальную температуру чая. Давайте для начала найдем массу и температуру горячей воды. Изначально мы калориметр привели к нулю. Чтобы измерить массу горячей воды, нам нужно 100 грамм. 100 грамм мы нашли. И давайте измерим ее температуру. Для этого у нас есть термометр. Давайте мы немножко подождем. Температура поднялась до 52 градусов. Теперь мы можем измерить температуру холодной воды. Используя данный термометр. Нам тоже нужно будет немножко подождать. Температура у нас падает. И выходит у нас 20 градусов. Можно убрать термометр. И горячую воду добавить в холодную воду. Нам нужно 50 грамм. Мы также приравняем к нулю. И вычитываем 50 грамм. Закрываем. Итак, давайте приступим к решению. Вторая группа приступает к решению. Для любителей теплого чая, разбавленного водой. Это группа Марья. И последнее, третье видео. Третья группа. Для любителей чая со льдом. Я очень люблю чай со льдом, потому что благодаря льда я могу создать оптимальную температуру для моего любимого зеленого чая. Сегодня я вместе с вами определю, сколько нужно льда для оптимальной температуры чая. Давайте приступим к эксперименту. Для проведения опыта нам нужны кухонные весы, калориметр, термометр, лед, горячая вода и также карандаш и лист, куда мы будем записывать полученные ответы. Для начала мы взвесим массу калориметра. Она у нас равна 179 грамм. Я уже добавила горячую воду в калориметр. И теперь мне нужно измерить калориметр с горячей водой внутри. Она у нас равна 352 грамма. А теперь давайте измерим температуру термометром горячей воды. Температура у нас 50 градусов горячей воды. Теперь нам нужно добавить лед. Добавляем 1 кубик льда в горячую воду. И ждем полного растворения льда в воде. Как вы можете заметить, лед у нас уже полностью растворился. И теперь давайте мы измерим массу воды со льдом. Вода со льдом будет весить 363 грамма. Теперь давайте измерим температуру воды уже со льдом. Вода со льдом у нас 42 градуса. А теперь определите удельную теплоемкость льда. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Итак, мы посмотрели с вами три видео для того, чтобы по этим видео взять данные для решения трех задач. Есть ли в группах вопросы по условию задачи? Все ли успели записать? Может быть, что-то повторить? Все, хорошо. Если есть вопросы, задавайте. Вам на решение еще две минуты, и мы начнем разбирать с первой группой. Как только вы заканчиваете решение своей задачи, фотографируйте ее, для того, чтобы я могла вас оценить. Если есть вопросы по решению задачи, задавайте своим лидерам групп. Илья, Марьям, Мируэрт. Первая группа, вы справились с задачей? Илья? Да, я уже закончил. Твоя группа заканчивает? Тогда приступаем к разбору. И сейчас вам в чат отправлю ссылку на Google форму, в котором я должна буду дать вам обратную связь. Туда вы закажете решение своей задачи, и у вас там есть своеобразный дескриптор. Я сейчас покажу коллегам, как будет выглядеть эта форма, чтобы было понятно. Вот так выглядит эта форма. Сюда учащиеся прикрепляют решение задачи, для того, чтобы у нас не скапливалось это все в телефоне. И в телефоне это действительно очень неудобно проверять. Далее у них есть дескриптор. Мы сейчас выведем на экран, я выведу решение задачи. И они сразу смогут ответить на вопрос, верно ли они записали уравнение теплового баланса, за что мы можем поставить им баллы. Также нашли ли они искомую величину, которую им нужно было выразить, перевели ли данные в систему СИИ и выразили ли уравнение теплового баланса, необходимую величину, повторяется так. И получается по каждому баллу за это действие, и того получается 4 балла. То есть учащиеся уже самостоятельно смогут оценить свою работу и сравнить с правильным решением. Итак, первая группа. Начинаем тогда разбирать вашу задачу. Я сейчас переключу демонстрацию. Переходим к решению первой задачи. Задача первой группы. Нужно было определить из чего состоит ложка. Да. И как вы решали эту задачу? Сперва мы составили уравнение теплового баланса. Получается ложка получает энергию от горячей воды. Потом по известным нам значениям мы выражаем удельную тепловую. Здравствуйте. Здравствуйте. Задачение получилось слишком большим, то есть 1931. Возможно, в условии допущена ошибка, но мы можем предположить, что ложка изготовлена из золота. Ну, как мы видели на видео, да, ложка не была золотой. Как думаете, где была допущена ошибка? Где могла быть допущена ошибка? Из-за того, что тепло могло уходить. По силожке. Да, Ярлан правильно сказал. Тепло могло уходить. Куда оно могло уходить? В окружающий мир. Да, то есть калориметр, если вы не заметили на видео, термос был не закрыт. И вода горячая у нас была, наоборот, не в термосе, а в обычном стакане. Поэтому мы потеряли количество теплоты. И, скорее всего, была разница в температурах. Нужно было еще подождать, пока ложка передаст свое тепло воде. Соответственно. Следующая, вторая группа. Переходим ко второй задаче. Нужно было найти температуру смеси воды. То есть, Жаслан у нас любит теплый чай. И он разбавляет его водой. Оптимальную температуру нужно было найти для его чая. Мария, ваша группа. Мы составили уравнение теплового баланса. Горячая вода отдает определенное количество теплоты, а холодное получает. Смешав горячую воду с холодной водой, мы получаем температуру смеси, которая равна такая градусная. Выключите в коллегии, пожалуйста, микрофон. И приступаем к решению третьей задачи, третьей группы. Нужно было найти удельную теплоемкость льда, удельную теплоту плавления льда и сравнить ее с табличным значением. То есть, у нас Тэмила любит пить чай со льдом. Третья группа. Меруэрт. Для начала мы составили уравнение теплового баланса. Чуть покромче, Меруэрт. Плохо слышу. Для начала мы составили уравнение теплового баланса, при котором вода отдает определенное количество тепла льду. После мы выразили лямбду и нашли ее значение. Вебинар интересный идет по физике. С детьми проводит группами. И этот, интересно, так это, ну, как урок. Мы взяли приблизительное табличное значение. Так как при вычислении мы не учитывали потери тепла в окружающую среду. И у нас получилось примерно табличное значение, но мы не учитывали потери окружающего тепла. В окружающую среду, простите. И поэтому получилась небольшая разница, но допустимая. Хорошо. Теперь ответьте мне, пожалуйста, на такие вопросы. Для чего мы накрываем вообще крышкой чайник? Для того, чтобы во время нагревания и кипения мы не потеряли температуру. И для того, чтобы кипение произошло быстрее. А почему электрические самовары и чайники, термосы тоже делают из такого металлоотражающего? Чтобы он меньше проводил тепла в окружающую среду. И еще? Чтобы энергия не уходила благодаря излучению. И почему вы пьете свой чай, свой любимый напиток, из стеклянных или фарфоровых кружек, не алюминиевых, не железных? Для того, чтобы тепло не передавалось. И мы не обожглись, когда пили чай. Молодцы. То есть для того, чтобы не обожглись. Ну, я думаю, каждый для себя решил, какой для него именно любимая температура чая, любимый чай какой. Давайте теперь сделаем оценивание свое. Я отправила вам в чат, нет, очень не отправила, да? Отправлю сейчас ссылку на Google форму, в которой вы можете оценить себя самостоятельно, и я потом ваши проверю ответы. Сейчас, одну секунду. Я отправила вам в чат на ссылку, на Google форму. Вы прикрепляете туда ваше задание, решение вашей задачи. Так я смогу каждого оценить. Сейчас я коллегам покажу, как это будет выглядеть. Открылась ссылка, ребят? Да, открылась. Хорошо. Прикрепляете туда файл со своей задачей, фотографию, и отвечаете по дескриптору на те вопросы. Составили ли вы уравнение теплового баланса? Естественно, подразумевается верное составление. Верно ли вы вычислили искомую величину? Перевелили ли данные в систему СИ? Вы сразу примерно получите свои баллы, если будете верно отвечать на поставленные ниже вопросы. А я могу вас перепроверить, когда вы прикрепите фотографию. Уже есть три ответа. Я случайно нажала на то, что я не перевела в систему СИ значений, но я их перевела в систему СИ. Я перепроверю, хорошо. Я вам отправил. Все, для коллег показываю. Здесь есть фотографии их работ. Здесь также можно вывести таблицу для их оценивания. То есть, кто ответил «да» на какой вопрос, кто ответил «нет». Кто-то не записал уравнение теплового баланса. И они уже примерно получили свои баллы. То есть, 3 из 4 или 4 из 4. Далее мы по новому формативному оцениванию можем приравнять это к 10-бальной системе. То есть, если они решили полностью задачу, это будет 100 баллов. Соответственно, если они решили только 80% задачи, то есть, например, не записали систему СИ, мы можем поставить 8 баллов. Если они записали только «дано», мы можем поставить 2 балла, 3 балла. То есть, менее 50%. И здесь же будут их фотографии, которые мы также можем открыть, посмотреть. И они не хранятся у нас в телефоне. Тоже очень удобно в этом плане использовать Google Form. Все, 14. Еще последние несколько человек заканчиваем, отправляем ответы. Теперь, коллеги, уважаемые и учащиеся, у вас есть в Zoom реакции. Поставьте, пожалуйста, реакцию на этот урок для детей. Я пойму, как они справились с заданием, насколько им понравился урок, насколько они поняли тему, а вам, соответственно, насколько понравился урок, насколько он был полезен. Если есть какие-то вопросы, тоже задавайте. У нас осталось немного времени. У детей реакцию я вижу. Есть ли вопросы, можете задать в чат. У нас осталось 3 минутки. Угу. Все, коллеги, всем спасибо за внимание. Дети, спасибо за участие. Вы молодцы. Баллы я обязательно вам выставлю. Вам спасибо. Был очень интересный урок. Да. Да, очень интересный. Все, всем спасибо. Тогда конференцию завершаем. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.